Дорогие друзья, всем привет еще раз. Наконец-таки мы дошли до этого старого города с нашим коллегой из Москвы, из Московской области. Довольно-таки приличный вид у него. Действительно, здесь очень много туристов. Сейчас я в самом начале вам покажу. Тут, в принципе, как и везде у нас тут узкие улочки. Особо проехать не всегда возможно. Вот, посмотрите своими глазами. Вот он так выглядит в самом начале. Вот такая улица. Там где-то башня. Сейчас до башни мы еще дойдем. Ну так вот, я о чем хотел сказать, что, может быть, помните, да, вот, когда Никулин шел, упал и, ну, значит, сказал, черт побери, ему тогда, конечно, в гипс напихали кучу бриллиантов, золота там и всего остального. Ну, и где-то зималась в этих краях, как раз в старом городе Риге. Я так понимаю, простите меня, что я в Деревне всего не знаю. Здесь очень много туристов. Есть гиды, которые рассказывают все это. Дорогие друзья, всем привет. Сегодня решили выйти, так сказать, погулять. Ну, соответственно, сходить и в старый город. И вот сейчас вот ходим просто по рынку. Ну, так, посмотреть, прицениться, чё к чему. Что меня удивляет, то, что у нас в России в основном все китайское. Здесь я хочу сказать все европейского производства. Польша, там Германия, там Франция и так далее. Вот. В общем, такие дела. А, в гостинице там часть заварится. В гостинице, знаете, возьмите вот. Цены, конечно, тут все в евро. Вы поставите вот именно заварите для гостиниц. Зачем вам вот эти стеклянные, которые длинные, которые сложены, это может быть в области. Я хочу сказать, что тут, по-моему, все дешевле значительно, чем в России. Вот. Если, например, в России там определенная вещь будет стоить две с половиной, то тут можно на российские деньги купить за те же полторы тысячи рублей. имеется в виду. Ну что, ты купил что-нибудь? Нет, тут взял все. пока. Понял. Привет, Вот, это коллега вместе со мной, так сказать, сосед по комнате. У него, кстати, сегодня день рождения. Сколько тебе? 48. 48. Прекрасный возраст. Ладно, мы еще сейчас будем вести съемку так же и в старом городе это самое, наверное, интересное место будет. Вот так вот выглядит вот эта вот самая старая башня. Я не знаю, но в принципе она очень сильно похожа как раз-таки на ту башню, вот, которая участвовала в фильме приключений электроника. Может быть, помните, да, песню такая бьют часы на старой башне. Не знаю, очень похожи. Я, может быть, не очень хорошо разбираюсь в этом. Может, это и не здесь было как раз-таки. Вот, посмотрите, дороги вот именно такие же узкие. Смотрите, они, значит, построены из камня. В принципе, ни асфальта, ничего тут нету. Конечно, как и везде, во всех туристических местах, вот, есть много таких заведений, где мы тут вот тоже вот мне понравилось такое достаточно интересное место. Я не знаю, что здесь правда было. Я, к сожалению, не гид, вот, и ничего сказать не могу. Но, вы знаете, вот, очень похоже на те места, где снимался фильм «Бриллиантовая рука». Ребята, а вот это вот те самые бременские музыканты, про которые говорили, что, да, кого тут надо коснуться, чтобы счастье там что-то принесло. Всех четверо. всех четверых. Сейчас попробуем. Раз, два, три, и четыре. Коснулись, да, всех. Пойдешь, будешь нормально? Да. Загадал желание, это я забыл. Например. Пример.